ребята всем привет огромный сразу предупреждаю не надо мне писать замечание что у меня в квартире холодно потому что я тепло одета объяснялки объясняю собралась бежать в аптеку выхожу на улицу у нас на улице плюс 17 поэтому вот этого кардигана мне будет достаточно но перед этим запишу для вас обзорчик все видели распродажи продолжается я вот подумала сам был помнится мне былые добрые времена как ты устраивал своим подписчицам розыгрыши дарил подарки привозил из дальних заморских стран сейчас сейчас случилось жид порхатый хотелось бы сказать когда-то в детстве у нас так жаден называли боже жлобые кей капец ребята мусор распродается мусор давайте поподробнее обсудим эту тему пришел к мамке сюда квартиру на планетную а мамка ну не меньше чем подвиг совершает и уже кричит крико зина приходила десять дней мы друг друга не бачили зайшла и все что она меня тут робить он пишут что зина тут работы в квартире кто это все меня робе хлеб печи есть и готовы прибирая на лесничные клетки он я позаметала и сама сметелочка мотается по своей вот этой крошечной комнатеночке подметает васильевна а кто вам это должен делать кроме вас причем тут зина вообще вы подвиг совершили это ваша обыденная жизнь мало-мальское движение вам только улучшить состояние здоровья чей не перетрудилась а ребята обычную какую-то домашнюю работу вообще несложную выдает за подвиг хвалить и меня кружите меня смотрите какая я хозяйка хотя хусяйка сам было подарил что ты делаешь взяла этот веник ребята и вот этот холст как называется мы вообще-то можно было бы сделать картину красивую рамку приобрести натянуть этот холст правильно и повесить он уважает это дело классический стиль в его квартире у сам вела на карла маркса присутствует почему бы и нет кстати там пейзаж довольно такие приличные природа очень даже ребята поадекватнее от тех картинок которые висят с проститутками у васильевны над кроватью шок чему я вообще вот алекса дарила к это баба намулеванная выдают это за какой-то шедевр еще тогда смотрела на это все мне как-то было смешно я не разбираюсь в живописи даже не претендую на эти ипостаси девочки ну мне кажется ц но и кайс мазаны на ученика художественной школы ну пусть на втором или на третьем курсе ну серьезно ну бог с ними с этими картинами взял от и холст венеком чисто хуй дайка шу ты рубишь мама хибаться можно венеком по холсту кто-то сказал а шо а я глуха ребята я к тетере тысячу раз уже все говорили ты можешь купить и приобрести нормальный слуховой аппарат не усилитель слуха сам в а слуховой аппарат чего вы вечно орете обычный диалог двоих людей каждый раз превращается в крики страшнейшие раздражает до ужаса сколько зрители всегда пишут сколько вы будете орать я ребята вам покаюсь ночью смотрела вдруг в рекомендованных у меня выпало давние давние видео шесть лет назад когда мать жила еще в мелитополе и сам вел приехал к ней в гости какие-то там подарочки от зрителей ей привез она там такая еще мало жаленькая платьице нарядила достаточно приличная вам хочу сказать бусики я их послушала там спокойные люди общаются друг с другом абсолютно человеческим голосом нормальным тоном никто не орет никто не хамит мамка конечно тараторка еще то рот не закрывается язык як помылу просто мельница можно муку молоть тем языком это правда и тем не менее абсолютно другой человек а давай заспеваем сынок варен очки и сам был подошел к ней обнял и поддерживая ее потому что ну как там мамка поют до сельско себе такая жиночка вдвоем спели он поглядывает на нее таким сыновьем заботливым взглядом ребята я вообще тонко слезы человека и меня это все чрезвычайно трогает у меня даже слеза потекла правда мне было настолько приятно смотреть на этих людей я сидела и думала сам вел а ведь тогда у тебя было по 280 тысяч просмотров и ты показывал очень позитивный очень юморной очень добрый контент почему вдруг ты решил что зрителя на своем канале можно удержать только с помощью говна и хамства я не знаю для меня это большая загадка но вот шесть лет назад когда я посмотрела это видео вы были и ты сам был и твоя мама вообще другими людьми что с вами сделали деньги ребят все это очень печально осознавать правда а тем временем здесь на планетной сегодняшние дни и продолжается распродажа барахла то что вы творите это конечно же очень унизительно в первую очередь адамян для вас но взял бы вот это говнецо все что пооставалось но и устроил бы как раньше да помните ребята розыгрыш и тем более рождество новый год да подари ты эти дешевые вещи своим куколкам они будут благодарны тебе будут вспоминать или сколько радости позитивных эмоций ты подарил бы людям и это тоже контент и это было бы очень интересно наблюдать не хоть за 100 гривень но все продавать ребят меня возмутило серьезно пластмассовый лоточек взял по сбрасывал туда весь мелкий мусор я кисть крышечки вот такой шкатулочки он даже не знает от чего это крышечка тоже туда из тряпки брожечка какой-то металлическая ведерочка с какими-то уже за замшелыми покрученными испорченными искусственными цветочками вот такой величины высотой 10 сантиметров это дерьмо выбросить только надо но все туда в этот лоточек он поскладывал 300 гривень 300 гривень все в тебе не стыдно но это дно правда но это уже стыдно но я не знаю за такой перегиб сам в 300 гривень книжки чего книжки не берет открыток у меня нема бесплатно подписывать вам потому что зачастую люди просят на память автограф от самвела книжки купляйте он 200 300 гривень купляйте книжки я вам подпишу на мамка пит пыши герой украины хиряма тв шница пит пыши мамка боже кому это надо ребят ну хоть кто-нибудь напишите у меня в комментариях вот я например люблю тв и очень бы хотела от нее получить автограф с пожеланиями да это именно я тот человек но напишите хоть кто-нибудь я бы так хотела посмотреть на этих людей кому это надо и кастара хамка абсолютно не дружит с головой бабуся но в ютубе но показывает ее какой-то там блогер самвел адамян и эта бабка подписывает на память людям книги кто она такая вы с ума вообще посходили но правда зрители сами вы какое-то уважение к себе имеете вы себя за кого вообще воспринимаете если для вас хиряма предоставляет представляет какую-то ценность это кем самому нужно быть я удивлена ребята я в шоке я не знаю складывал эти тарелки эти блюда и какая-то керамическая статуэтка дракончика падает тут же разбивается ну в принципе как все через жопу уж извините из песни слов не выбросишь у самвела все так происходит ребята он же не аккуратный ему плевать вообще на все он ничего не ценит я понимаю денег много ну где не повернется там потянул там разорвал там разбил падает это керамическая статуэтка дракончика отбивается там лапка или что все бы ничего молча пойти выбрать мусорное ведро на кухне ну как бы сделали нормальные люди сидит пусик перед балконной дверью эта балконная дверь открыта да вот перед балконом выход на балкон он швыряет эту кстати керамика хоть и маленькая статуэтка довольно увесистая тяжелая он швыряет мимо пусика эту статуэтку она летит на балкон на пол во первых после того когда мать ну вроде как убирала но убирала но старая мать ну все-таки какой-то труд совершала швыряет пренебрежительно падает эта статуэтка с таким грохотом и звоном на этом ламинате на балконе сидел код сева я начинаю как-то разочаровываться вот ты можешь быть каким угодно ты можешь там обзывать оскорблять я могу это еще списать на твою игру подраконить зрителя замутить контент но сейчас вот сидел пусик и ты запулил мимо кота вот этой статуэткой бедный кот он испугался он рванул назад в комнату он не знает тут кучи этих тарелок блюда все говно это обувь расставлена на продажу места вообще нет вот такая вот тропиночка узенько он метнулся побежал а куда ему спрятаться негде укромный уголок не найдешь тут этот сам был сидит тут я мама херяма распласталась на кровати мне очень жаль это животное во-первых ор круглосуточный ор телевизора от которого этот кот прячется где-то в прихожей под одеждой под куртками да вот на той лежаночке во вторых продали его кахтедрал q нигде нигде ребенку вообще забиться укрыться спрятаться схорониться нигде сам был занял все кресло ноги пораскидал куда деваться пусику в этой квартире расскажите мне сам вел это ты это ты тот человек который любит животных который заботиться который плачет который спасает сумасшедшие деньги платит я по поводу сайгака ищет кормит лечит это ты сам вел я тебя не узнаю иннокентий смоктуновский я в гриме вас не узнаю мне не верится что так человек человек который любит животных может к ним относиться у меня бы рука не поднялась ты же понимаешь ты напугаешь сейчас животное зачем ты это делаешь вообще для чего тут цахеряма цей холст от картины расстелен на полу валяется об она в лаптях по нему ходы мама что ты творишь это же холл а шоу и шоу буду забыл говорит это по книгам походишь в ум на то разумно куколки сейчас вам обращаюсь это эту женщину вы называете хозяйкой ну и шоу старенькая пишут мне в комментариях посмотрим какие вы будете хозяйки она все сама делает она аккуратненькая она убирает хлеб и че он кричит сама херяма с экрана нам хозяйка там голове ребята ну нифига нет абсолютно может пару рыжих тараканов забрело я не знаю но она вообще ничего не понимает женщина прожила всю жизнь никакой мудрости не нажила ну какой бы там тот холст не был пофиг вообще по барабану ребят ну собери его но сложи но где-то в стороночку ну зачем же ты бросила его под ноги на пол и ходишь по нему туда-сюда пусик ходит с когтями вы же это еще продавать собираетесь людям у вас совести есть какая-то хотя находятся ребята умалишенные которые покупают это все барахло это продалось это продалось записываю мама записывай куча вещей сам белла цами не писать а вешалку цами не писать а вот я себе запишу и эту тему мы с вами тысячу раз обсуждали высрится и после себя поезд он и дай бог комусь достанется но и стоило сам белу прочитать у пушкина виршик на день к вы реакцию сам было видели вы обратили внимание на реакцию я прошу прощения не сам было сам был читал стихотворение на реакцию мамки херянки слухай мама на потом всего лишь потому что название на день к на день к как же ее это задевает какая сумасшедшая ревность какой негатив искры из глаз летят ну и шо шо ты мне хочешь сказать мини пополам ты женщина че ты пахан какой-то че ты зечка че ты кто ну тысячу раз люди в комментариях пишут что она там на зоне сидела я конечно же в это не верю ребята это вот без культурщина это невоспитанная разнузданная вот такая расхлябанная разболтанная бобера которая просто себе все позволяет понимаете ну как человек себя ведет и хочет еще каких-то позитивных комментариев свой адрес ну и вишенка на торте ребята сколько раз писали зрители сам был убери с балкона вазы вот те вазы куда он наставил кучу букетов цветов ему подаренных потому что зима на дворе сам был я не думал что морозы будут ну конечно в декабре но откуда ж им взяться тим морозом сам велка и шиб ты мог подумать что в декабре может вода замерзнуть на балконе та це уму не постежимо ты ж таки самый бум не як твоя мамка откуда я знал что та вода замерзне я даже и подумать такого не миг ну правда что действительно стояли эти цветы в воде естественно мороз этот лед расхерячил эти вазы кувшины все побилось справа вся чего вот это то отношение шо мамки шо сам велки а знаешь всем почему ты так относишься потому что все достается очень легко если ты хоть на один кувшин физическим трудом например заработал вагон пошел разгрузил 1 2 3 и была у тебя мечта купить вот такой красивый большой кувшин и ты эту мечту осуществил пошел всю ночь вагоны разгружал и купил его ты бы так не относился а так как все даром достается тебе дарят тебе посылки высылают ты не знаешь что-то этим деньгам вот ты превратился в то что мы сейчас наблюдаем на своих экранах мало того ты из матери сделал просто морального урода я о том что посмотрела вот шестилетней давности ролик там была абсолютно другая женщина абсолютно да девочки вы знаете какой вывод я сделала сравнив старое видео и сейчас смотрю новые вообще наблюдаю за всем тем что происходит в семействе адамян деньги пусть будут у каждого я каждому желаю жить в достатке чтобы все были сыты обуты одеты с мирным небом над головой но чтобы вы не превращались вот таких адамян а чтобы вы помнили что мы все люди и должны иметь человеческое лицо потому что вот такая вот деградация которая заметно почему-то всем зрителям кроме самих адамян мне было как-то грустно наблюдать за этой наклонной которая ведет в глубокий такой черный обраг до скорых встреч всем пока